Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси и вы смотрите передачу шикарные позиции выпуск 36 и первое местоположение находится на карте перевал в квадрате h5 и вам понадобится очень быстрый танк например батчат для того чтобы забраться вот на эту горку но зато вам не требуется помощь союзников и это конечно хорошо наверняка многие спросят а зачем вообще сюда ехать все таки место очень опасное и оно простреливается со всех сторон и действительно сюда стоит заезжать только в определенных ситуациях если вы уверены что в квадратах d3 и e3 нету противников и оттуда по вам никто не сможет стрелять тогда вы сможете неплохо встречать вражеские танки которые атакуют по этому направлению вы сможете стрелять по ним когда они отвлечены подсвечивать их и всячески троллить да применить данную позицию крайне сложно нужны определенные условия но все же я считаю что для расширения своего тактического арсенала данное место нужно знать следующая точка находится на карте рэдшир в квадрате d0 и вам потребуется танк с крепкой башней например т-62а или объект 140 вставите вот за этот камень и таким образом вы можете очень хорошо тут танковать в башню эти танки пробить крайне сложно ну и также вы сможете хорошо подамажить потому что вражеских танков квадрате e0 всегда довольно много и это конечно хорошо очевидно что недруги не всегда тут будут подставляться в большинстве случаев противники все таки играют гораздо аккуратней и не так смело но все же если тут даже будет несколько танков то вполне вероятно вы сможете неплохо подамажить и потанкуете на славу ну и наверняка возникнет у многих игроков вопрос достает ли тут арта скорее всего достает но не очень хорошо и как вы можете видеть наш герой уже вытанковал приличное количество урона его никто не может пробить танки 10 уровня стреляют по нему но только корябует краску ну и в целом очень даже неплохая позиция понятно что получится ее использовать только в определенных условиях когда противники будут подставляться и идти по этому направлению в атаку и дальше у нас идет весьма любопытное но в то же время очень нерискованное местоположение на карте westfield в квадрате d7 и вам нужен обязательно танк с хорошей маскировкой и обзором довольно быстрый идеально подходит hellcat или t49 хотя я бы наверное сюда поехал только на светляке потому что данная позиция чрезвычайно опасная шанс того что вас засветят очень высок особенно если вы будете стрелять но в данном случае hellcat просто стоит расстреливает противников наглую и не светится я не знаю как такое возможно я лично думаю что это место лучше всего использовать для пассивного света и то вас могут засветить по дороге хотя если вы любите рисковать и хотите пощекотать себе нервы то можно действовать и так и если вам повезет и вас не увидят то вы сможете хорошо подамажить и посветить правда стоит отметить что такая тактика в основном будет работать на невысоких уровнях шестой максимум и вполне необычная и довольно любопытная точка которая подойдет тем кто хочет как-то рискованно посветить противников и возможно даже пострелять следующая позиция находится на карте Северогорск в квадрате D5 подходит она для танков с крепкой башней вариантов довольно много Т-34, Т-32, ИС-3 и так далее тут вы сможете эффективно дефить это направление даже сможете танковать против нескольких танков потому что пробить вас будет крайне сложно и чтобы до вас доехать врагам еще потребуется какое-то время и вполне вероятно вы сможете долго тут продержаться а если недругов будет слишком много то союзники которые расположились поблизости наверняка должны вам помочь ну и главная проблема тут заключается в том что тут достают арта так что лучше сюда ехать без арты также недостатком можно считать то что вы можете просто тут прождать если противники вообще не поедут по этому направлению и потеряете время но в большинстве случаев кто-нибудь до сюда и поедет и напоследок я приготовил вам весьма любопытную позицию на новой карте Виндсторм в квадрате J3 и вам потребуется быстрая потасау с хорошей маскировкой забирайтесь вот на эту гору конечно не очень легко сюда заезжать но тем не менее немного терпения и времени и вы уже на самом верху помощь союзников тут не требуется но зато отсюда вы сможете простреливать большую территорию и при этом шанс засвета минимален потому что до врагов довольно далеко в целом очень интересная и хорошая позиция я думаю она многим понравится и на этом все дорогие друзья спасибо огромное что вы смотрели надеюсь данное видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал и ставить лайки для меня это лучшая награда и хочу сказать огромное спасибо людям которые мне присылают реплеи а также людям которые потом их отбирают благодаря вам друзья эта рубрика развивается желаю вам всего самого наилучшего с вами был маракаси до скорых встреч пока до свидания